Всем привет, с вами Orbex! В этом видео я расскажу о топ-5 самых полезных и популярных плагинов для Roblox Studio. Плагины это дополнение для классических программ, которые добавляют новые функции. Перейдём к делу. Сначала мы разберём, как их устанавливать. Для этого в окне Create, где находятся все наши игры, одежда, модели и так далее, мы должны зайти в библиотеку. А именно в Creator Marketplace. Здесь все пользователи могут выкладывать свои аудиофотографии и так далее. Всё, что нам нужно сделать, это выбрать нужные вам плагины, нажать Install. После этого заходим в Roblox Studio. Первый и, наверное, из самых важных плагинов это Brush Tool. Ссылка на него, как и на все плагины, будет в описании. Этот плагин позволяет буквально рисовать объектами, будь это травинка или целый город. Итак, заходим в плагин на верхней панели и активируем его. Чтобы добавить объект, который нам нужен, придётся найти его на карте и кликнуть по нему. Затем нажать Add в плагине. Теперь мы можем рисовать нашими моделями. Можно добавить ещё один объект. И тогда будет рисоваться уже два. Также можно изменить настройки. Насколько часто они будут появляться, их размер и поворот. Вот такой очень полезный плагин. А мы перейдём ко второму. Он называется Building Tools by FF3X. И он очень помогает строителям. Откроем его. Здесь такие же инструменты, как и в классической студии, только собранную маленькую красивую панель. Здесь также есть цвет, поворот, размер и так далее. Сразу перейдём к следующему плагину, который можно делать вот так. Как вы заметили, с помощью него можно очень просто двигать солнце или луну, а не двигать ползунок где-то в правой панели. Ещё один плагин для строителей GapFill. С ним можно очень легко заклеивать трещины и промежутки между блоками. Напоминаю, ссылка на него будет в описании. Ну и последний, очень популярный и сложный плагин носит на себе имя Moon Animator. С ним вы сможете делать анимацию для персонажей, катсцены или даже целый фильм. Ну и на этом всё. Советую посмотреть мои прошлые видео. Спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok